Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Меня зовут Еремоша, я живу в Нью-Йорке и рассказываю о том, где живут русские в США. Мои видео вы можете смотреть на многих каналах Ютуба. И сейчас вам расскажу одну интересную историю, которая меня просто шокировала вчера. Я вчера общался с моей одной подругой, она живет во Флориде, и она мне рассказала такую историю, что ее подруги, которая жила в Нью-Йорке, и я тоже ее знаю так немножко, отказали в визе в США сроком на 95 лет. Я много раз слышал про отказ в визе в США, знаю там реальную историю моей одной знакомой, которой запретили на въезд в США на 10 лет, и я об этом делал видео. Но чтобы на 95 лет, то есть такое я просто впервые слышу. Я, конечно, сейчас хочу даже переспросить у адвоката, спросить, ну, как бы проконсультироваться, бывают ли такие факты, или это какая-то просто какая-то зловещая ошибка, либо, может быть, они друг друга не поняли, ну, в общем, просто парадокс. Но она вот убеждает, что это никакая не ошибка, а что действительно так и есть. И история там, в общем, простая, то есть, когда она приезжала сюда в США давным-давно по туристической визе, ну, я говорю про ту девушку, которой отказали, конечно, то она указала, что она работает там в одном учреждении. Но оказывается, там она никогда не работала, то есть, она сделала липовую справку. И потом она ездила еще много раз в США, туда-сюда, как бы. Но когда ей надо было делать рабочую визу, причем у нее была уже рабочая виза, а потом она приехала продлевать эту рабочую визу, вернулась в Россию. Не знаю, почему. Не знаю ее, как бы, кейс, ее точную историю. Я вот рассказываю то, что я услышал от своей знакомой. И она пошла за продлением этой рабочей визы. Послушайте, что на 5 лет жила в США сначала по турвизе, потом по учебной, потом по рабочей другой. И только на 4-й раз она пошла продлевать и обнаружили вот этот факт. То есть, ей сказали, что ты знаешь, ты первый раз, когда 5 лет назад подавала на туристическую визу, ты обманула нас. И вот мы тебе делаем запрет на 95 лет въезд в Америку. С точки зрения сроков, да, это как бы свойственно американцам, потому что у них тут есть тюремные сроки по 150 лет, они дают, например. Ну, бред, конечно, да, как человек не может жить 150 лет, но вот такие иногда парадоксы американской юридической системы существуют. Вот, я, конечно, сейчас уточню, уточню эту историю, ну, как бы, расскажу эту историю адвокату. И просто интересно, что он мне скажет, бывает такое, не бывает. Но к чему говорю, что не надо никогда обманывать. То есть, рано или поздно это все всплывает. Я, например, историю рассказывал тоже в одном из роликов, когда девушка одна, это клиентка адвокатского офиса, с которым я сотрудничаю. И эта девушка тоже указала при получении туристической визы много лет назад, что она была замужем. А потом она здесь вышла замуж, вот, получила грин-карту, спокойно жила, пошла на гражданство уже там через 4 года. То есть, прошло там много лет с того момента, когда она соврала в посольстве. Ей отказали в гражданстве и сейчас передали дело в суд депортационный. И, как бы, очень-не очень тяжелая ситуация. То есть, обманывать при получении визы нельзя. Знаете, как, надеяться на русский авось, да, вот, ноги, а, меня пронесет. Кого-то проносит, но кто-то попадает на запрет на 95 лет. Поэтому будьте очень внимательны, как бы, и если вас кто-то там, например, из туристических агентств учит обманывать, или из каких-то посредников, которые вам делают визы, скажут, а вот давайте мы там тебе нарисуем все, как бы, придумаем тебе что-то. Ты получишь 100%. Нет, так не бывает. Вот, рано или поздно этот обман скроется. Либо консул почувствует, что вы обманываете, дурите. Просто вам откажут в визе. Вы даже знать не будете. А, думаете, ломать голову. А что ж такое? Почему мне отказал визе? Ах, какой плохой консул. А в самом деле вы просто... Он почувствовал, что вы обманули, понимаете? У них огромный опыт, они тонкие психологи. Я об этом делал не одно видео, посмотрите. Я рассказывал о психологии консула. И вернусь еще, как бы, кто, может быть, новый зритель, не смотрел старые ролики. Я расскажу об истории девушки моей знакомой, которая, наверное, 10 лет запретили въезд в Америку. Это уж точно знают 100% историю. Она была здесь, в Америке. Я делал об этом, на самом деле, большое видео, но так, кратко-кратко сейчас такое сделаю ремейк. Она приехала сюда, в Америку, здесь отдыхала. Она реально не работала здесь. Она реально здесь отдыхала. Она имеет там доход, она с Украиной. И вернулась назад в Украину. Не пересидела свой срок. То есть она была ровно, как бы, даже меньше срока, чем ей было отведено по белой карточке, которую дали в аэропорту. Тогда еще давали белые карточки. Вот. И потом она уехала в Украину. И возвращается назад. Ее задерживают в аэропорту. И говорят, ты нелегально работала. Она говорит, я не работала здесь. Они ее смотрят в Facebook, а там какая-то компания указана. Какая-то Аквамарин. Какая-то Нью-Йоркская компания. А ей парень здесь Facebook регистрировал. И на автомате указал эту компанию. И она там не знает об этой компании. И когда в реке работала. Говорит, мы считаем, что ты работала в этой компании. Мы тебе не верим. Отвезли ее в тюрьму. Она три дня посидела в тюрьме. Подключала там всевозможные связи и возможности. И даже консула украинского. Но никто ей ничего не смог помочь. В итоге ее самолетом Аэросвифт, когда еще летал, депортировали в Киев, на Украину. И действительно поставили штамп, запрет на посещение Америки. Надеюсь, если... Вот здесь в данном случае, я считаю, что здесь... То есть я знаю историю эту. Я знаю эту девушку. Она реально здесь не работала. Здесь, конечно, иммиграционный офицер, я так понимаю, совершил ошибку. Ну, государство и сотрудники государства, многие совершают ошибку. И суды выносят неправильные решения. Не только в странах, в которых нет судебной системы, как Россия и Украина. Но и в нормальных странах, европейских странах, бывают ошибки судей. И ошибки государственных служащих. И в Америке бывают ошибки. То есть здесь он совершил ошибку. И здесь, конечно, ну, может быть, стоило бы ей побороться. Как раз вот тут нанять адвоката. И потом уже с Украины как бы протестовать это решение. Хотя это довольно сложно, потому что, ну, понятно, что, как бы, государство любое будет защищать своих сотрудников. И если уже, конечно, точно доказать, есть неопровержимые доказательства, как бы, вины офицера, да, вот, тогда, как бы, ну, понятно, что, может быть, там, ей опять дадут визу и как-то накажут офицера. Но здесь, в этом случае, очень сложно доказать вину офицеру. Он скажет, а я вот так думал, вот, я увидел в Фейсбук, вот она, она что-то не то говорила. Может быть, она что-то не то говорила при собеседовании, когда ее вызвали, отдельно же ее увели, когда она проходила таможню здесь повторную, да, в аэропорту, иммиграционный контроль. Вот, ее отвели в отдельную комнату, там допрашивали. Может быть, что-то она наговорила не то, да. Я говорю, а я, он скажет, я полагался на те данные, которые у меня были, я перестраховался, я, я же не специально, я же не с умыслом, вот, я думал все-таки, что она работала. Поэтому здесь доказать, конечно, ну, очень сложно. Вот, но, вот, ей как раз не повезло, да, на самом деле, то есть, вот, она никакого преступления не совершала, и ей ее лишили визу. Что касается первой истории про 95 лет, то там, ну, она действительно не сфальсифицировала документы, она не работала в этой компании. Здесь, конечно, ну, я, там, двумя руками за иммиграционные службы американские, конечно, если вы обманываете, то, ну, как бы, делать нельзя, и вы не должны пощать Соединенные Штаты Америки. Ну, по поводу сроков тут ничего сказать не могу, 95, наверное, это уж слишком круто, но вот такое решение, однако, приняли. Если я узнаю информацию вообще вот по срокам и, как бы, почему именно 95 лет, я думаю, что сделаю отдельный ролик, расскажу, что мне сказал американский адвокат.